здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я изготавливал вот такую поделочку с разделением пера попросили меня изготовить и более медленном темпе показать как это делается давайте не будем тратить времени приступим к изготовлению я подготовил крючок 10 номер с удлиненным цевьем и подобрал перышко древесной утки вот такое почему я сказал под подобрал как видно вот из строения пера подведу поближе вот эта часть через просвет смотрите пера вот начиная отсюда вот она здесь совсем немножечко тонкая и ровная потом идет утолщение то есть вот до этого места мы можем использовать только вот это перо длина пера составляет как раз чуть больше длины нашего цевья что очень подходит для изготовления нашего крыла если мы возьмем допустим другое перышко вы видите что у него значительно меньше изгиб на месте крепления я на каплю капельку нанесу клея чтобы закрепить нитку совсем совсем немножечко нить я беру ровницу где-то порядка 80 вот в этом месте я закрепил нашу нить удалю клей чтобы мне не мешал дальнейшей работе теперь мы берем наша перышко можно отрывать можно не отрывать честно вам скажу мешать она и нам не будет и теперь я беру пера держатель обыкновенный который у вас есть не обязательно очень хитрый и на место вот основной оси вот так его ставлю оставляя пока в таком положении и теперь подбираю до того изгиба где мы будем формировать наше крыло убираем вот так все бородочки которые нам не понадобятся в изготовлении нашего нашего крыла если немножко ошиблись опять вот так ноготком можно можно ноготком все вернуть обратно убираем подобрали вот так выбрали сколько до загиба изгиба нашего крыла опять собрали все наши волокна пера держать можно убрать и теперь на месте крепления нашей нитки удерживая левой рукой перо в таком положении начинаем ровными движениями не сильно натягивая просто накидывая нашу нить чтобы она у нас не утягивала перо лишний раз чтобы мы наше перо руками не трогали прихватываем как только мы с вами подровняли наше перо мы теперь можем спокойно промотать вот буквально два три миллиметра по цевью здесь мы уже можем хорошо прихватывать излишки перо удаляем и теперь поправлю вам камеру немножко и теперь опять в том же месте где мы с вами брали перо держателем опять захватываем все наше перо теперь смотрите что у нас получается мы должны мы должны держать вот так перо держателем в таком положении наше перо левой рукой мы берем теперь все перья поднимаем в одной плоскости в одной плоскости не убирая эту плоскость протягиваем вот так до места до места крепления вот как вы видите у меня получилась вот такая кисточка и теперь вместе вместе крепления я подхватываю вот так как видно вам подхватываю все перья подхватили еще раз подхватили сильно не усердствуем оставляем таком положении оставшиеся перья которые у нас здесь вот получились они уже нам здесь не мешают и никуда не денутся теперь мы можем спокойненько удалить все перья мы удалили остатки перьев немножечко промотали и у нас осталась вот такая наша конструкция ниточку я перевожу перед крылышками теперь беру вот так их наклоняю и впереди будем стараться выполнить такое количество оборотов чтобы более ровнее наши крылышки вот так стали этого будет достаточно перевожу нить опять за крыло можно сейчас разрывать крыло а можно и попозже ну раз мы начали ее изготавливать с вами сейчас поэтому так чтобы не закрывать руками я беру наклоню вам вот за край вот так этих волосков которые самое самое первое у меня находятся сверху и начинаю тянуть в разные стороны вот я сейчас так поверну у меня начинает вот так разделяться мое крылышко аккуратненько сильно не усердствуем мы разделили одну половинку крыла отрываем до конца так есть как видно у меня образовалась вот так две половинки теперь мы с вами можем спокойно взять разделить вот так симпатично перу и она опять вернется в свое прежнее положение вот у нас вышло два разделенных симпатичных крылышко остатки этих перьев можно удалить обрезать так чтобы они нам не мешали как вы видите у нас вышли два вот таких крылышко мы поставили на наши крылышки более вертикальное положение подровняли их и теперь можем спокойненько изготавливать тело тело я буду изготавливать так как я уже изготавливал весняночку она имеет очень хорошую плавучесть что меня вполне устраивает для этого я возьму щепотку может пять семь восемь перышек охотничьего фазана вот буквально вот такую щепотку и теперь я укладываю так чтобы мои кончики были равны по длине всего цевья весь этот хвостик креплю сзади в одной точке закрепили для того чтобы их развести сделать более симпатичными проводим ниткой вот так вот под низом теперь я беру приблизительно делю на двера на три равные части вот так придерживаю пальцем и начинаю разделять делаю восьмерочкой проматываю отдельно теперь все мои разделенные бородки если вышло как по какой-то причине 1 2 там не важно это не имеет значения можно спокойненько потом это удалить промотали подровняли еще раз и у нас выходит вот такой вот такой симпатичный хвостик если будет он чересчур у нас будем говорить жирненьким можно в любой момент сделать его поменьше я возьму капельку клея нанесу на место крепления и переломлю перышки фазана вот так назад закрепим в таком положении проверим это у нас будет сверху закрываться чехольчиком для того чтобы изготовить низ у меня был вот такой кусочек огрызок буквально пенки который я буду крепить снизу также повернул чтобы не было удобно и в одной точке также я его прихватываю если по каким-либо причинам там у нас она не совсем ровненько ложится это не страшно можно потом будет подрезать ножничками в одной точке стараемся сильно не перерезать не передавить нашу пенку прикладываем прихватили на это же место опять мы добавим немножечко клея и теперь я беру отвожу вот так в сторону нашу пенку и перевожу в точку где мы будем делать сегментирование пару тройку оборотов сделали теперь я беру прихватываю вот так нашу пенку следим за тем чтобы она у нас не прокручивалась как вы видите образуется красивый вот такой шарик и берем теперь наше перо наклоняем его здесь же этой же нитью подравниваем чтобы не было у нас наша спинка арбатенькая чтобы выглядела более ровно прихватили опять увожу точно также на место крепления придерживаю нашу пенку придерживаю верхнюю часть нашего пера и аккуратненько подтягиваем подло положили опять перо вот так и теперь доходим до места крепления уже наших перышек для опушки до самой грудки здесь я подхватываю нашу пенку хорошо и и хорошо и и нитью и теперь развожу слегка крылышки завожу нашу наши перья со спинки вот в такое положение закрепили теперь перевожу нить вперед здесь окончательно теперь закреплю перо удалю его и аккуратно так как мы увеличиваем этим только лишь нашу плавучесть я почти до самого колечка вот так закреплю пенку закрепили и теперь здесь мы ее можем окончательно уже отрезать добавлю капельку клея и здесь закреплю вот так пока будет достаточно как вы видите спинка у нас вышла довольно таки симпатичная низ мы потом с вами подкрасим уберем вот так остатки пенки можно даже сразу сейчас показать я возьму вот такой фломастер зеленоватым оттенком чтоб нас не раздражало мы ее сразу подкрасим и подготовим перышко для опушки я закрепил перышко вот такой цвета браун перед крылышками так как у меня и вполне достаточно плавучести я здесь сколько позволит само перо и оставшееся место до колечка выполню максимально возможное количество оборотов пером доходим до колечка удерживаем наше перо берем незатейливый инструмент как нити вдеватель и теперь парочкой накидных петель подкрепим чтобы наши перышки потом нам не мешали вот так и теперь спокойненько можем закрепить наше перо я нанес капельку клея на завершающий узел обрезал остатки пера и как вы видите один из вариантов сухой мушки вот такой немножечко необычный готов к эксплуатации благодарю вас за внимание до скорых встреч хотя бы